Снова здравствуй, дорогой друг! В этот раз большая-большая-большая посылка. В принципе, будут у нее некоторые минусы, но я о них знал заранее, поэтому не страшно. Что непонятно. Непонятно, в каком месте приклеили вот этот вот скотч. Да? То есть, явно она вскрывалась и, судя по всему, не на таможне, потому что таможня имеет свой скотч, а здесь, ну, он явно не соответствует. При всем при этом открыли, посмотрели, одуплились, что им это не столь интересно и решили кражу не делать. Ну, опять же, это домыслы, конечно, но, по-моему, они очень близки к правде. Что это такое? Так, вы это не увидите, поэтому я сейчас подумаю, где это разместить, чтобы было лучше обзор и покажу более предметно. Сейчас вернусь. Ну, вот так, я думаю, будет гораздо лучше видно. Нет, слабоватенько, да? Давайте чуть повыше. Сделаем камеру. Посмотрим на мои чудесные носки, а также на то, что ко мне пришло. Плюс дополнительно можно делать вот так. Ну, ребят, очень даже чудесно. Значит, посмотрите. Сюда у нас вставляются удочки, нижняя часть, в этот отсек вставляются верхние части удилища, и можно их еще вот здесь вот веревочки, веревочками привязать. А далее мы поворачиваем вот эту внутреннюю проставочку, тут, кстати, немножко плохо прошито, и видим то, что у нас есть вот такие вот отсеки. Отсеки эти для катушек, которые надеты на непосредственно удилище. Что-то такие катушища можно сюда засовывать, судя по всему. А сбоку у нас есть ручка, чтобы нести, и есть ремешок плечевой, опять же, чтобы нести. А дополнительно у нас есть два кармана, у которых, не сведите, да, влагонепроницаемый, или поднепроницаемый. Раз. И для более длинных два. вот эти вот внешне можно будет использовать для того, чтобы вставить стойки для удилищ, и, например, ваш подсак. Достаточно большой подсак здесь должен уместиться. Я вот не совсем могу вспомнить, где прячется рулетка, поэтому я сейчас ее поищу, и вернусь, мы будем замерять. Как говорится, слона-то я и не заметил. Значит, первая часть у нас 80 сантиметров, вторая часть у нас 106 сантиметров. А если мы замерим ее целиком, то она будет, как обещали, метр сорок. Это как раз и есть тот самый минус, о котором я говорил, потому как мои палки длиннее, чем метр сорок. но я об этом знал заранее, и, собственно говоря, судя по всему, я буду просто возить его в открытом виде, пускай хвостики торчат. Ничего в этом страшного нету, но я, во всяком случае, не вижу. Подсак великолепно уместился. давайте посмотрим, как будет умещаться удочка. Опять же, все вроде как хорошо сошлось. Какие они у меня грязные. Сейчас мне супруга выйдет и люлипы, дает за то, что у меня балкончик весь грязный. И, собственно говоря, сами удочки, мы видим то, что они как раз и не уместятся. Ну, я об этом знал, поэтому я не расстраиваюсь, а вы свои удочки замерьте. Я думаю, надо будет их стяжечками обрабатывать. И на выходе вот так вот это будет выглядеть. Да, естественно, стяжечки надо будет обработать, чтобы тонкий кончик, который будет торчать не сломался. Либо второй вариант, вы можете пользоваться спиннингами, а спиннинги, они более короткие, они уже сюда будут умещаться. Я больше предпочитаю использовать дунки, и поэтому в любом случае я достаточно сильно счастлив, потому что у меня пришел этот чехол, у меня подобный как-то был, а человечек у меня его выключил, я хотел себе взять второй, а потом они с продажей исчезли, и я немножко расстраивался этому моменту. Теперь мои расстройства в прошлом, я сейчас буду компоновать все это дело, и как-нибудь надо будет съездить опять на рыбалку, люблю я кататься на осетра, правда там есть нано-карась, сколковские нано-технологии, видимо, его выпустили, который жрет с удовольствием селедку, точно так же, как и карась, более большой, чтобы ему рослось до большого размера. Собственно говоря, как-нибудь, ну, я думаю, попробую вам и саму рыбалку заснять. А в целом, показал, качество и функционал меня очень даже устраивает, не устраивает немножко размер, но это был самый большой. С удовольствием послушаю ваши комментарии, возможно, какие-то вопросы, ну и до скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал Картавый Блокер. Подписывайтесь, репостите и ставьте лайки, если вам понравилось видео. Всем пока. Нет, ребятушки, не удалось мне уйти. Я немножко расстроился, расстроился я чему? Ну, на таких больших вещах обычно идут две молнии, ну не молния, а два бегунка на молниях. Здесь же он, к сожалению, только один и вся проблема заключается в том, что он находится наверху. То есть, если я вставлю палку, которая не умещается сюда, я банально не могу его закрыть, потому как снизу бегунка у нас уже нету. И при колхозе тут какое-нибудь чудо-юдо, чисто технически, можно. Практически, ну это такой головняк, что на колябе оно надо. Вот. Поэтому, ребят, учитывайте, что длина метр сорок, и если одна из составных частей вашего удилища более, чем метр сорок, то вы не сможете его закрывать. В остальном, все чудесно, все классно, мне нравится. Ну вот, к сожалению, такая вот беда. Ну да и ладно, будем, наверное, менять палки на более короткие от этого плесе. Засим теперь точно все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова